Дальние парки для многих курян действительно являются таковыми с точки зрения своего месторасположения. Однако вместо зоны отдыха, которая должна здесь находиться, судя по названию, тут длинный забор, за которым разместилась воинская часть. Всего в 300 метрах отсюда находится еще одна. Хоть они и относятся к разным родам войск, но тесно связаны историей. Мы находимся на улице Карла Маркса. До революции она называлась Шоссейная, дорога шла на Москву. И вот здесь во второй половине 19 века находилась окраина города Курска. Здесь в 1874-75 годах Курская городская управа под нужды военного ведомства отвела достаточно большой земельный участок для помещения артиллерийских парков. Эти здания входили в комплекс артиллерийского парка. В них хранились боеприпасы и военная техника. А еще жили солдаты, которые занимались обслуживанием орудий. Видимо, расположение стратегического объекта оказалось настолько удачным, что спустя 10 лет неподалеку было решено построить аналогичный комплекс. Мы сейчас находимся на дальних парках. Собственно говоря, для современного человека это название мало о чем говорит. С точки зрения истинного смысла происхождения, поскольку дальние парки нынешние, они утратили еще одно слово прилагательное, которое имели до революции. Дальние парки до революции назывались дальние артиллерийские парки. Названия дальние и ближние появились как раз после строительства второго военного объекта. Так элементарно стали обозначать расположение артиллерийских парков по отношению к городу. Особенно интересно на территории дальних это здание 19 века постройки. По архитектуре и площади оно способно подтягаться с богатой дворянской усадьбой. Пусть вас не смущает цифра стыльной части. Это всего лишь пристройка, но даже ее постарались сделать под стать памятнику архитектуры, как называют это здание сами военные. Из архитектурного ансамбля 19 века сохранилось здание Бани. Небольшой дом выполнен в той же стилистике. О его принадлежности к эпохе говорят толстые стены и своды под потолком. В дальних и ближних артиллерийских парках служили 152 офицера и 35 классных чинов. В основном хранилось боеприпасы, артиллерийское вооружение, запасные части. То есть эти парки, можно сказать, что одни из довольно старых зданий здесь расположенного города Курска. Причем они в отличной сохранности, как в ближних парках, так и в дальних парках. Используются до сих пор воинскими частями. Считается, что артиллерийские парки были передислоцированы в 20-30-х годах прошлого века, в период, наименее изученный местными краеведами. Самое мрачное время в истории парков началось в 40-е, когда на их территории образовались лагеря советских военно-пленных. По ближним паркам там даже есть воспоминания человека, который там находился, то есть в ноябре 41-го года, потом его выпустили по болезням. По дальним паркам такое упоминание, что на складах военных, вот полностью цитирую практически документ, на складах военведа 311, в районе дальних парков находился лагерь военно-пленных, в котором зимой 41-42 года было до 10 тысяч советских военно-пленных. Точного места расположения лагеря военно-пленных в дальних парках никто не знает, а вот на территории ближних несколько лет назад поисковики нашли останки 800 человек. Всего этого комплекса могло бы не сохраниться все в те же злосчастные 40-е. Когда советские войска захватили город Курск, поступило донесение разведки, что дальние парки заминированы, что там немецкие склады артиллерийские, они заминированы. И наши воины разминировали, срочно очень разминировали, снимали часовые механизмы, причем, вот я на память точно не помню их количество, но более 20 штук было установлено часовых механизмов, и, в общем-то, они должны были взорваться через день после этого, как было разминировано. Если бы взрыв произошел, с карты исчезли бы не только дальние парки, но и половина города. Уже в мирное время, в конце 80-х, саперы вывезли с территории этой части три грузовика, найденных боеприпасов. В 1943 году здесь была размещена авиационно-техническая база, которая в этом году отметила юбилей. Сегодня дальние парки уже не являются такими дальними для центра города, а про ближние уже мало кто помнит.